здравствуйте уважаемые подписчики сегодня мы хотели бы рассказать вам о 10 причинах уехать из россии навсегда многие из вас задумывались об этом но очень маленькое количество сограждан решаются покинуть родные стены возможно что этот ролик поможет вам определиться с решением и так начнем первая причина безусловно это тотальная коррупция она тянется за россиянами от рождения до смерти везде на каждом жизненном шаге от родильного дома где многие дают деньги врачу чтобы роды прошли без осложнений до похорон тут в принципе сплошное взяточничество так как человек еще не успел остыть а люди из похоронного бюро уже на месте и так повсюду в детсадах люди платят за место школах за охрану и шторы в институтах за экзамен безусловно что граждане во многом виноваты сами считая что так проще но по факту это порождает только будущая проблема вторая причина бешеные цены на все вся производимая в россии продукция так или иначе связано с курсом доллара отсюда постоянный рост цен само собой тут еще вдобавок и коррупция помогает а регулировка цен не работает даже на жизненно необходимые товары что еще раз нам говорит о беспомощности правительства третья причина скрытые налоги нам постоянно твердят что в россии самые низкие налоги но ведь никто не собирается почему-то посчитать сколько граждане платят скрытых налогов мы приведем лишь малую толику таких налогов понятно что ндс он если что 20 процентов виден всем а вот например то что в цену топлива на заправке входит более 50 процентов по некоторым подсчетам 70 а это так на минуточку касается всех потому что на автомобилях возят все и лекарства и технику и продукты и все остальное далее это налог в зарплате при доходе сотрудников 50 тысяч рублей его работодатель должен будет заплатить в казну государства еще дополнительно около 25 тысяч рублей что является половиной от зарплаты полученной работником а ведь сотрудник мог получить эти деньги и уже самостоятельно все оплачивать сложно спорить что это идет в пенсионный фонд чтобы потом получать три копейки на пенсии на медицинское страхование это для тех кто считает что у нас в стране бесплатная медицина да еще и пресловутые 13 процентов которые государство забирает с вас просто так ведь мы и так платим ндс с каждой покупки это даже больше десятины и это только малая часть еще есть таможенные пошлины на возимую продукцию сборы за автомобили и многое другое в россии самые маленькие налоги ага как же четвертая причина постоянно падающий рубль инфляция напомним что рубль с начала двухтысячных годов как раз к власти пришел товарищ путин обесценился в семь раз немало тогда и этот процесс будет продолжаться а как вы думаете за счет кого конечно же простых россиян вы держите здесь вам всего доброго хорошего настроения 5 причина слабая политическая структура власти про несменяемость власти говорят у нас уже давно в нормальном обществе президент или руководитель страны не может быть и власти более 8 лет наш царь сидит уже более 20 лет и будет сидеть и дальше про правление медведево мы промолчим даже дети знают что это была просто рокировка ни о каком росте и справедливости не может идти и речи когда руководитель страны сам нарушает написанные законы шестая причина медленное развитие страны отсталость с 2000 года мы видим только снижение инвестиционной активности в россии зарубежные компании которые пришли сюда после развала ссср уходят с рынка а заменять их неким и так будет дальше агрессивная недальновидная политика правительства отталкивает цивилизованный рынок от нашей страны и улучшения пока также не видно седьмая причина медицина тут полный апокалипсис мало того что количество прорывных разработок близится к нулю так и то что было создано при ссср уже по многим направлениям разрушена самое интересное что мы сами платим за медицину которой нет ведь гораздо проще сделать всем просто страховки технически она и так есть у каждого гражданина на платной основе а не платить со своей зарплаты ежемесячный платеж никуда но этого не будет ведь у нас же бесплатная медицина восьмая причина суды как карательный инструмент власти в нашей стране судебная система по нашему мнению отсутствует полностью рассчитывать на справедливый суд простому гражданину не приходится множество дел начинают сдвигаться с мертвой точки тот момент когда о проблеме говорят в сми до этого как будто ничего не происходит судьи зачастую имея все данные на руках пренебрегают здравым смыслом и логикой опираясь лишь на свои корыстные цели или приказ сверху выносят несправедливые приговоры эту систему как и все правительство невозможно реформировать к сожалению девятая причина большие расстояния без нормального соединения проблема дорог в стране либо решается медленно либо просто тормозит на месте открытие типового моста преподносит как событие века в соседнем китае в день строят по 750 километров в час в россии на данный момент 2 максимум две с половиной тысячи в год это позор самый настоящий более того с перелетами также есть проблема в большинстве цивилизованных стран стоимость перелета относительно небольшая в нашей стране дешевле слетать китай чем из москвы во владивосток десятая причина нулевая забота о гражданах полное отсутствие какого-либо понимания что в реальности происходит оторванность от жизни руководства страны как вы считаете должны ли руководящие лица передвигаться с гражданами на общественном транспорте мы считаем что должны вот только никто абсолютно никто из власть имущих так не делает откуда им тогда знать что исправлять если они с этим не сталкиваются эти причины не единственные и это безусловно печально если вы не готовы покидать страну так постарайтесь перестать давать на лапу и учитесь бороться за свои права возможно благодаря этому многое изменится подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии делитесь данным роликом с друзьями и знакомыми не оставайтесь равнодушными здоровья вам и вашим близким